Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире ГГУского телевидения программу «Прямая линия». Сегодня у нас в гостях депутат Народного собрания ГГУЗИ, избирательный округ номер 25, село Киритлунга, Михаил Железогла. Добрый вечер! Добрый вечер! Оставайтесь с нами, встретимся через несколько секунд. Уважаемые телезрители, вы можете задавать вопрос нашему гостю по телефону в студии. Код 0298-230-86 и пишите к нам, пожалуйста, на Вайбер. Наши номера у вас сейчас высветятся. Итак, Михаил Николаевич, приступим к обсуждению всех насущных проблем, которые сейчас у нас происходят в ГГУЗИ и в стране. Прошел ровно год, как вы получили кредит доверия от избирателей вашего населенного пункта. Вам вручили мандат депутата. Ровно год, как вы стали второй раз депутатом Народного собрания ГГУЗИ. Когда вы шли на выборы, естественно, вы шли с вашей предвыборной программой. Что было за этот год решено, что было сделано для избирателей вашего населенного пункта? О работе Народного собрания поговорим чуть позже. Итак, пожалуйста. Да, спасибо. Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение. Это очень важный формат, считаю, вот такой диалог, потому что, как ни странно прозвучит, но не всегда удается использовать депутатскую трибуну, чтобы высказать полностью свою позицию. Отчитаться. Не то что отчитаться, даже высказать позицию, мысль какую-то, потому что, ну, вы видите, как у нас проходит зачастую, и не дают этой возможности, поэтому спасибо за такую возможность. Что касается отчета депутата, связи депутата со своими избирателями, я вначале хотел бы отметить, что в соответствии с регламентом, конечно, каждый депутат должен отчитываться перед своими избирателями, но этот отчет происходит, значит, по истечению календарного года, в следующем году, за истекший год. Вот еще раз хотелось бы спросить, ежегодно должен отчитываться депутат, или это он делает один раз по окончанию своего срока мандата? В регламенте четко прописано, что, значит, депутат обязан по, в начале следующего календарного года созывать, ну, проводить встречу с избирателем, на которых он должен отчитываться за истекший год. То есть я обычно, как проводил отчет, то есть в марте-апреле примерно, я проводил отчет за истекший год, за что мной было сделано, и я ежегодно и в прошлом созыве, и в следующем году тоже намерен такой отчет провести. В 2020 году, когда такой возможности не было, в связи с так называемой пандемией, не разрешали собирать людей, я в бумажном варианте отпечатал отчет и сам лично в каждый дом заносил, чтобы люди знали, ну, какая работа проводится. Я считаю, что это очень важно, и еще раз отмечаю, что по регламенту каждый депутат обязан отчитываться перед своими избирателями, не ожидая, что его пригласят, чтобы он отчитался, он должен сам эту работу проводить. Что касается связи со своими избирателями, то я тоже, как и в прошлом созыве, так и в этом созыве, я еженедельно по четвергам провожу приемы граждан. У нас, когда уже были избраны рабочие органы, президиум, это было в марте, я сразу дал объявление, оповестил, что с такого-то периода по четвергам после обеда у меня проводится прием граждан. Это тоже прописано, как обязанность депутата проводить такое, и зачастую слышим, что депутат находится на постоянной связи, 24 часа со своими избирателями, я тоже нахожусь постоянно на связи, мне звонят, я использую телефон, чтобы какие-то вопросы решать со своими избирателями, но это абсолютно не должно подменять собой обязательный прием граждан. То есть каждый депутат тоже должен, это в регламенте прописано. То есть физическое общение? Физический контакт, физическое общение. Избиратель должен знать, что в этот день депутат находится в примарии, в частности у него есть помещение, где я нахожусь в это время, и избиратель должен это время знать, и должен приходить депутату за своими проблемами, вопросами. Иногда просто заходят пообщаться, узнать какие-то ситуации. Поэтому я считаю, что это важный элемент работы депутатов со своими избирателями. Поэтому я это проводил, провожу и дальше буду проводить. С какими проблемами, с какими наказами к вам заходят избиратели села Керит-Лунга? Ну, по разным вопросам. Иногда просто заходят какие-то, ну, обсудить вопросы, связанные с общественно-политической жизнью, автономией страны, потому что люди видят, тоже анализируют, тоже делают какие-то выводы. У них возникает вопрос, и, наверное, возникает вопрос, не вопрос, а необходимость с кем-то пообщаться. Поэтому иногда просто общение происходит, иногда заходят по какими-то идеями. Но в большей степени, конечно, это вопросы, связанные с социально-экономическими трудностями, которые испытывают наши жители. Сегодня это вот то, что цены высокие, раньше тоже. То есть большинство населения находится в очень тяжелой материальной ситуации. Поэтому, естественно, что обращаются за помощью к депутату, и по возможности пытаемся эти вопросы или на уровне, как бы, народного собрания решать, или же поднимать уже, или выносить в качестве какой-то инициативы. Что касается непосредственно моего отчета, что как бы удалось сделать, еще как бы год не прошел. За прошлый созыв, конечно, нам удалось многие проекты реализовать в селе. Я удовлетворен тем, что удалось решить проблему в селе самой злободневной, которая была у нас, это отсутствие водоснабжения. Воду провели, аптеку, ряд других важных, отремонтировали дом культуры. В этом году я рад, что удалось решить вопрос, связанный с ремонтом спортзала нашей гимназии. Я удовлетворен тем, что я эту проблему поднимал еще в 2019 году неоднократно. К сожалению, не находил понимание стороны исполкома, но в этом году мы этот ремонт завершили. И получился хороший зал, где мы тренируемся. И я не только как депутат, но и как человек, который занимается тренерской деятельностью, тренирую детей в этом зале. Я знал, в каком состоянии этот зал был, непригодный для занятий с детьми. И сейчас вот зал мы с... А как финансирование? Какое было финансирование? Региональное? Это было с центрального компонента для учебных заведений. И пришлось неоднократно два года на сессиях доказывать исполкома, обращаться, чтобы этот вопрос решили. Потому что это вопрос важный для села, важный для учебного заведения. Потому что там проводятся многие мероприятия, в том числе и сельского уровня. Проводятся соревнования у нас, секции по борьбе, по шашкам. То есть необходимость была очень острая. Но жаль, что было затянуто. Но удовлетворен, что вопрос был решен. Я и в прошлом условии, и сейчас активно продвигаю вопросы, связанные с здоровым образом жизни, вовлечением наших детей в спорт. Я уже говорил, что у нас есть три секции по борьбе, по шашкам. Есть хорошие тренеры. Я очень рад, что они прямо, так скажем, горят этой работой, помогают нашим детям. То есть очень увлечены. И благодаря этому происходит такая работа. Я как инструктор тэквондо тоже открыл секцию, преподаю. Наши дети тоже активно занимаются. А сколько детей уже в вашей секции? Сейчас получилось. У меня две группы, только начинающие. В общей сложности где-то 25 человек, наверное, получается. Наш клуб называется ОГУСКОН. Я так бы его обозначил. Недавно мы ездили на соревнования в детки. Взяли одно первое, одно второе место. Кроме депутатской деятельности вы еще и занимаетесь спортивным. Да, я тренер. Воспитанием нашего поколения молодого. Я считаю это очень важным, не менее важным, чем остальные экономические программы. Потому что это не только физическое здоровье. Это, в первую очередь, очень сильно формирует характер наших детей. И вот такая увлеченность. Я не жалею времени. Дни, когда тренировки, у меня с 4 до 8. Я нахожусь в зале с детьми, тренирую их, пытаюсь, ну, какие-то навыки и умения прививать. Дальше по отчету, если коротко, у нас одна из лободневных тоже проблем, которую я поднимал. Поднимаюсь и думаю, что мы в ближайшее время решим. Это вопрос, связанный с отсутствием санузлов у нас в Керетлонской гимназии. И на последнее, если помните, заседание Народного собрания, когда мы принимали, распределяли центральный компонент, и мы выделили там 4 учебных заведения, выделили деньги на ремонт санузлов. У нас на сегодняшний день было 7 учебных заведений, в которых отсутствовали санузлы. И вот 4 мы уже как бы выделили, осталось 3 учебных заведения, в том числе и Керетлонская гимназия. И я вышел с инициативы, чтобы в следующем году, когда мы будем распределять компонент, чтобы именно этим 3 населенным пунктам выделили и решили наконец эту проблему. Потому что это здоровье наших детей. И поэтому я надеюсь, что мы в следующем году эту проблему решим. Другая важная проблема, которую тоже уже не один год и наши жители поднимают, и я поднимал, это связанный вопрос с отсутствием хороших подъездных путей к нашему селу. То есть на сегодняшний день Керетлонга практически не имеет ни со стороны Чадарлунги хорошую дорогу, ни со стороны Камрата Авдармы. И это создает множество проблем. У нас автономии уже скоро 30 лет будет, но фактически до сегодняшнего дня Керетлонга фактически отрезана от столицы автономии, не имеет автобусного маршрута, чтобы люди могли приехать в столицу. И эту проблему я тоже на уровне управления строительства поднимал. Илана Николаевича мне однократно собирали наших перевозчиков, но в основном их не... Аргумент, что плохая дорога. Аргумент, что плохая дорога, да. Я эту проблему уже не один год поднимаю на уровне президентов, на уровне правительства, на уровне управления дорог. В 2020 году, когда у нас президент приезжал, это дом тогда поднимал. Сейчас, когда у нас встреча была с президентом Санду, тоже поднял. Единственное, что удалось на сегодняшний день, это тоже результат, это то, что подготовили проект на участок Твардица Керетлонга. И я недавно получил ответ от управления автомобильных дорог, что они в этом году, по крайней мере, попытаются включить в программу по реабилитации на следующий год. Но это республиканское, республиканского значения. Это национальная дорога, поэтому я уже обращаюсь, апеллирую, естественно, что республиканским властям. И в ближайшее время намерен также, в том числе, провести ряд встреч на уровне управления дорог, чтобы все-таки этот вопрос добить, и в следующем году, чтобы эту проблему мы решили. Есть другие проблемы, коротко обозначу, хотя по степени важности оно, наверное, может на сегодняшний день на первом месте. Это вопрос, связанный с газом, с повышенными ценами. Люди очень сильно озабочены, ждут, ожидают и зимы, но ожидают помощь, ожидают того, что проблема людей наших будет решена, потому что с такими ценами, конечно, мало людей, которые смогут нормально перезимать. А что вы предлагаете, что вы можете как депутаты народного собрания? Ну, мы на своем уровне, вы помните, что мы инициировали, и на народном собрании было принято срочные меры по подготовке к зиме. Мы прилагали, и Александр Георгиевич Тарнавского есть то, что инициатива, чтобы выделять, по крайней мере, тысячу лей в месяц, не 200 лей, как предлагал исполком. Надеемся, что на уровне республики все-таки вот эти меры, которые приняли решение о том, чтобы помогать, я надеюсь, что это каким-то образом облегчит. Но, конечно, главный вопрос — это вопрос цен на газ. Это больше лежит на политическом уровне, и мы все понимаем, что этот вопрос должны решать на республиканском уровне, может быть, на нашем уровне, но должны какие-то вестись переговоры в плане снижения цены на газ. Следующий вопрос, который тоже очень важный, — это отсутствие рабочих мест в населенных пунктах, в малых населенных пунктах, потому что молодежь готова работать, молодежь готова оставаться здесь, но нет условий, нет рабочих мест. И для того, чтобы мы удержали нашу молодежь, наши люди, наши населенные пункты, конечно же, тут должна быть очень серьезная работа, в первую очередь, исполнительная власть в плане создания этих рабочих мест, чтобы наша молодежь не уезжала, оставалась в населенных пунктах. Ну, это вот коротко, что как бы... А что вы лично предлагали по поводу того, чтобы не уезжали люди вот с населенных пунктов? — Понимаете, тут вопрос, мы выходили на уровне, так скажем, общения с исполнительным комитетом. Те же, допустим, инвесторы, которые приезжают, мы понимаем, что они в основном пытаются в крупных населенных пунктах, это связано с рабочими ресурсами и так далее. И они, конечно, больше пытаются здесь, в городах, и мы видим, что в Чалунге, в Камрате какие-то рабочие места создают. Но когда исполнительный комитет ведет вот эти переговоры с инвесторами, а они должны быть на постоянном основе, не раз в год на экономических форумах, то они должны уделять внимание в том числе или создавать условия, или создавать какую-то привлекательность для того, чтобы в населенные пункты создавали какие-то мелкие бизнесы, семейные бизнесы, помогали в этом, чтобы открывать. Потому что в противном случае у нас молодежь... — Только так можно, создавая рабочие места, удержать население, чтобы не было повальной миграции. — Ну, это уже связано и с другими вопросами, это пополнение бюджета, это уже возможно решение других вопросов, в том числе и по дорогам. — Михаил Николаевич, вот смотрите, в нашей беседе вы уже определили ряд проблем, с которыми сталкивается особенно в последний год население страны и население автономии. Мы видим, что митинги в Гагаузи, митинги в стране проводят с регулярной постоянностью, где поднимают те вопросы, о которых вы сейчас говорили. Общественно-политическая ситуация, рост цен, нехватка продуктов питания, нехватка финансов. Мы стали неплатежеспособными. Сейчас на днях прошел митинг в Камраде. Организаторы постоянно говорят о том, что народное собрание не поддерживает, исполнительная власть не поддерживает те митинги, которые проводятся. Почему так происходит? И вот ваш взгляд, как депутата народного собрания, на эти митинги, которые проходят и в стране, и в Гагаузи? Ну, митинги права на собрание — это конституционное право. И эти митинги, которые у нас проводятся, и которые проводились раньше, я всегда поддерживал и считал, что они необходимы, чтобы именно жители населения по тем вопросам, которые их волнуют, они собирались и высказывали свою точку зрения. И я очень рад, что вот есть люди, инициаторы этих протестов, которые пытаются вот таким образом поднимать эти вопросы. Я не знаю, из чего вот такой вывод был сделан, что депутаты не поддерживают. В отнюдь депутаты поддерживают те же требования. Но не выходят на митинги. Вчера, допустим, митинг был, присутствовал только один депутат. Раньше, как бы, и обращались, что депутаты должны организовывать митинги. И я тогда говорил, и сейчас говорю, что эти митинги протеста, которые, так скажем, крик народа, они должны организовываться не политиками, не депутатами, тем более не партийными какими-то группами, классами. Они должны, вот инициативные группы граждан, именно граждане должны забирать. Потому что, когда собирают политики, политические партии, хотим или не хотим, оно приобретает в большей степени политическую окраску. Поэтому я поддерживаю эти акции протеста. Естественно, что они, эти акции протеста, то, что резолюция не принимает, они, конечно, обращаются к власти. И уже у нас, допустим, у меня как депутата, есть право поддержать, высказывать или продвигать дальше вот эти идеи на уровне народного собрания, используя депутатскую трибуну. Но я не против митингов, я за... И не только по... Должны митинги проводиться, связаны, допустим, с какими-то социально-экономическими, если другие важные проблемы, по которым, я думаю, что население должно собираться, высказывать свою точку зрения и адресовать власти. И я не вижу ничего плохого в том, что высказывается критика в адресе власти. Ну, понятно, что эта критика должна быть корректной и объективной. Я думаю, все эти вопросы будут обсуждаться на съезде депутатов всех уровней. Согласно резолюции от 19 августа 2022 года, 2 октября нынешнего года пройдет чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Гагаузии. Вот наверняка вы, депутаты, уже об этом знаете и обсуждали повестку, что необходимо сделать. Вот на ваш взгляд, как пройдет этот съезд и насколько он важен? Ведь собираются вся политическая, не хочу сказать, политическое общество, консолидируя всех вместе в Доме культуры города Камрата. Может быть, там будет определен следующий шаг, что делать дальше? Потому что дальше идет зима, цены растут на все. Да, я полностью с вами согласен, что съезд депутатов всех уровней это очень важное мероприятие, очень важное событие в жизни автономии. Мы знаем, в том числе, какую роль играли эти съезды. И я тоже считаю, что на этих съездах депутатов всех уровней, на которые созываются, приглашаются бывшие депутаты Верховного Совета, правительства Гагуской Республики, депутаты Народного Собрания Всех Созова, депутаты парламента, примары, советники. Это очень высокий уровень, очень высокий уровень представительности нашего народа. Поэтому, естественно, что на этом форуме съезда депутатов всех уровней должны обсуждаться очень серьезные стратегические вопросы. Это первый, я считаю, момент, связанный с съездом. И второй момент, связанный с съездом, я и раньше это подчеркивал, и сейчас хочу подчеркнуть, что второй важный момент, что те решения, те резолюции, которые принимаются на данном съезде, хотя они и носят рекомендательный характер, но необходимо в обязательном порядке добиваться их исполнения. Потому что если мы принимаем таким представительным органам какие-либо важные решения, и после этого те или иные решения не притворяются или забываются, естественно, что немножко снижается статус, уровень доверия к этой власти. Я об этом говорил и касаясь съезда депутатов всех уровней 2014 года, потому что тогда, я считаю, что состоялся очень важный форум, на котором были приняты очень важные решения, была принята резолюция, в которой вошли все вот эти вопросы, связанные с нашими полномочиями, с нашими проблемами, которые по сегодняшний день сохраняются. Но, к сожалению, по разным причинам ряд вот этих пунктов не было исполнено. Оно потом было как бы принято на других съездах, но я считаю, что очень важно, чтобы сегодня, когда вот эта повестка дня, которая утверждена, я не вхожу в организационный комитет этого съезда, меня тоже как бы приглашают. Но приглашают все. Да, приглашают все. Я, конечно же, буду. Я считаю, что там должны подниматься вот эти важные вопросы, и они должны лечь в основу вот этой важной резолюции. В последующем надо сразу продумать, чтобы эти решения продвигались. Понятно, что ряд решений, которые тянутся давно, но мы не можем за один день решить. Очень правильный здесь вопрос. Я хотела бы почитать вам о внесении изменений, дополнения в Конституцию Республики Молдова для закрепления политико-правового статуса Гагаузии, определенного законом парламента Республики Молдова об основном правовом статусе Гагаузии 23 декабря 1994 года. В резолюцию обязательно будет утвержден вот этот проект закона, будут внесены. Мы говорим опять же о полномочиях. И второй вопрос о выполнении Республики Молдова своих обязательств по гарантиям полномочий и безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных законом парламента Республики Молдова. Я думаю, что о полномочиях все говорят, но мы теряем Гагаузию. Я думаю, что не нужно говорить так, теряем Гагаузию. Определенные полномочия, которые у нас заложены были, да, они каким-то образом не вилированы. Но есть ряд полномочий, которые напрямую зависят от нас и которые мы не реализовываем. Поэтому я бы не ставил вопрос о том, что в связи с этими определенной потерей полномочий мы теряем Гагаузию. Наверняка на этом съезде должно быть вот это самое главное. Как вы считаете? Ну, я считаю, да. Вот чтобы не послушаем доклады, о чем разговоры будут. Но, естественно, что вопрос будет идти о полномочиях, о том, что те законы, которые мы принимаем как народное собрание, они отменяются, что неправильно. Вопрос по этим деконцентрированным службам, по государственным канцеляриям, они эти вопросы будут ставать полномочия. Но вопрос, опять же, вопрос в последовательности именно наших действий. Да, мы те требования, которые предъявляем к Кишиневу, связанные с тем, что идут попытки нивелировать наши полномочия, да, они объективны, но мы не должны снимать себя ответственность, что мы должны тоже в продвижении этих решений, этих полномочий, мы должны быть последовательны. К сожалению, вот вы сами сказали, что полномочия мы поднимаем, поднимаем, но как раз эти полномочия, к сожалению, у нас получается так, что используется, знаете, как говорят, партийный флаг. Сегодня нужно, мы его используем, этот лозунг полномочия. Исчезла вот эта политическая необходимость, мы эти полномочия... Хорошо, есть межпарламентская рабочая группа. В этом и заключается последовательность. И последовательность работы, она должна быть комплексной, и не только замыкаться на работе рабочей группы. Мы об этом, может, поговорим по рабочей группе, но, понимаете, тут очень много мелких таких моментов технического, правового характера, которые мы должны на этапе возникновения их решать. И в том числе, вот я об этом раньше говорил, допустим, когда по тем же службам, когда, допустим, этот вопрос возникает на уровне исполнительного комитета, потому что, так скажем, каждое управление исполкома, оно контактирует с соответствующими министерствами. И, естественно, что там те вопросы, которые возникают, проблемы, если исполнительный комитет не в состоянии, оно должно выходить уже на стадии возникновения проблемы. Народное собрание, что мы консолидировано это решение принимали. Такая ситуация возникала и с Ансо, и с другими проблемами, когда исполнительный комитет в одиночку пытается какие-то вопросы решать, а когда уже, так скажем, отобрали те или иные полномочия, выходит на Народное собрание. Ну, последнее, одно из последних событий, это то, что почта в Вулканештах, офис почты в Вулканештах и в Чадарунге уже закрыт. Я знаю, что руководство Народного собрания обратилось. Какой результат? Ну, пока как такого результата, оно буквально недавно обращение было. Надеемся, что на позитивный результат. Но в этой связи, я думаю, что как раз эти вопросы, возвращаясь в последовательность, мы должны сообщать и Народное собрание, и исполнительный комитет должны изучить. Что мешает работе Народного собрания и исполнительного комитета работать в тандеме? В этой части, я скажу, что, допустим, у нас в части видения того, какие полномочия у нас, допустим, нивелируются, отбираются, у нас я не вижу разногласий между Вашканом, исполкомом, Народным собранием. То есть мы в этих вопросах едины, и мы понимаем, скажем, какие полномочия, в каком направлении двигаться. Но вот эти, может, какие-то механизмы пока не отработаны для того, чтобы мы сообщали в одну точку. Что касается рабочей группы, которая... Межпарламентская рабочая группа. Межпарламентская рабочая группа, которая пока, так скажем, приостановила свою работу. Я в эту рабочую группу, как член рабочей группы, с этого созова, в прошлом созове, только в конце меня включили, но, так скажем, глубоко я не вникал в работу рабочей группы. Скажу, что у нас было несколько встреч рабочих. Мы утвердили план работы, вот это общение между депутатами парламента и депутатами Народного собрания. Нельзя сказать легкой, потому что мы как раз, вся рабочая группа, они, наша рабочая группа, депутат Народного собрания, они едины в том, что мы на площадке рабочей группы должны продвигать именно важные вопросы для автономии, важные для наших людей. Но это самый важный вопрос. Да, но на стадии обсуждения, конечно, со стороны Кишинева прилагаются вопросы, давайте мы решим вопросы, связанные с культурой, памятниками и так далее. Поэтому мы изначально сказали тоже так, да, давайте мы рассматриваем вот эти, в первом блоке вот эти важные вопросы, обсуждаем вопросы, связанные с культурой и другие вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью нашего региона. И определенные понимания есть. Я думаю, что ОСТ была определенная критика там со стороны некоторых коллег депутатов и других. Но я считаю, что эту работу в рабочей межпарламентской группе надо продолжать. Надо понимать, что с учетом того видения, понимания политической элиты Кишинева, сложно эти вопросы продвигать. Но без вот этого диалога, без постоянного доказывания мы не сможем. Каждый раз меняется парламент, меняются депутаты народного собрания, создается группа, мы опять налаживаем пока отношения, происходят следующие выборы. Ну, переговорный процесс, он такой. Я надеюсь на то, что состоится съезд депутатов всех уровней, и вот то, что будет принято на этом съезде, наверняка межпарламентская рабочая группа примет этого внимания и доведет до парламента Республики Молдова. Ну, конечно, примем, но я хочу сказать, что вот эти вопросы, которые, я думаю, что будут подниматься, они, в принципе, уже включены, потому что эти вопросы, связанные с нашими полномочиями, они не на вы, они не одного дня проблемы. Поэтому мы эти проблемы поднимали, поднимаем, будем поднимать. И главное, еще раз говорю, что если будет принята вот резолюция съезда, должны сообща, то есть тут речь идет не только о народном собрании или исполкоме, тут речь идет, вы понимаете, депутаты парламента, речь идет о местных советах, примарах, которые тоже не должны отгораживаться от этой работы и надеяться, что вот только исполком или законодательный уровень. Народ Гагаузии ждет плодотворной работы. Михаил Николаевич, я хотела сейчас на данный момент спросить вас вот о чем. Мы говорим о Гагаузии, но на гагаузском языке очень мало говорят в самой Гагаузии. Могу с полной уверенностью сказать, что гагаузский язык продвигает только гагаузское телевидение и гагаузское радио, потому что больше всего здесь говорят на гагаузском языке. Мы даем информацию на гагаузском языке, программы делаем на гагаузском, но в пропорции с русским и молдавским языком. Михаил Николаевич, был очень хороший закон принят. Вот на ваш взгляд, вы были инициатором. С автором этого закона. На ваш взгляд, как работает закон в учебных заведениях? Вы же как соавтор, вам должно быть интересно, как реализуется закон. Ведь нормальные депутаты отслеживают те законы, которые они инициируют и работают. Спасибо за очень важный вопрос, очень больной вопрос о состоянии гагаузского языка у нас в автономии. Я неоднократно повторял, и сейчас хочу повторить у вас в студии, что действительно у нас из всех институтов власти, которые в автономии, только гагаузское радио и телевидение занимаются системно, последовательно, постоянно продвижением гагаузского языка. Это мы видим, это мы слышим. Я постоянно смотрю, я постоянно слушаю радио. И вот только там, в этом ключе слышим. И поэтому, конечно, большое спасибо ГРТ, журналистам, руководству. И надеюсь, что вы также будете продолжать продвигать гагаузский язык. Если вы нас будете финансировать хорошо, народное собрание. Конечно. Ну, финансирование, да, этот, как бы скажем, вопрос... Там в законе тоже сказано об этом. Ну, естественно, что я, например, сторонник поддержки именно в этом направлении. Что касается закона о расширении сферы применения гагаузского языка, я являлся соавтором вместе с Жековой Екатериной Федовной, Карамитиной Федовной. Нам оказывал помощь Тарнас Федович. Мы закон тогда подготовили. И вы помните, как, с какими сложностями мы сталкивались даже на этапе продвижения, даже поднятия вопросов, что для нас было очень удивительно, что вот в гагаузской автономии, которая создавалась для сохранения гагаузского языка, такое отношение. Но спасибо, народное собрание приняло этот закон. И хочу отметить, что одними из этих целей этого закона было создание языковой среды и поднятие престижа, авторитета гагаузского языка в обществе. Определенные, так скажем, положительные моменты можно отметить. Фонд спасения гагаузского языка, который был создан как инструмент реализации этой программы, он создается, ежегодно выделяются деньги. И эти деньги направляются, хочу сказать, что печатаются книги, печатаются методические рекомендации, печатаются учебники, словари. Вот сейчас мы утверждали. То есть эта работа проводится. Но вот в части создания языковой среды, для того чтобы общения, этого сегодня нет, и это очень серьезно вызывает серьезную озабоченность. И я хочу сказать, что, даже не сказать, напомнить, что в 2010 году ЮНЕСКО включило гагаузский язык в атлас исчезающих языков. То есть с 1994 года по 2010 год, то есть 16 лет прошло, и через 16 лет, как создали автономию, гагаузский язык стал исчезать. И я считаю, что с 2010 года мы должны понимать, что речь идет уже не об исчезновении языка. С 2010 года над нами нависло нашим народом. Это угроза исчезновения народа. Я думаю, что это должны все осознать, понять, потому что если, допустим, еще пройдет 15 лет, и мы не примем кардинальные меры в плане создания языковой среды, в плане продвижения, в плане поднятия престижа, чтобы наши дети, наша молодежь учила язык, то через 15 лет, к сожалению, с болью это говорю, но мы можем столкнуться с тем, что об исчезновении народа можно говорить. Может быть, еще нужны меры? Меры должны быть, понимаете, должно быть, да, я говоря об языке, я абсолютно не говорю о том, что мы должны забывать социально-экономические проблемы, мы не должны решать проблемы. Нет, это должно происходить одновременно, то есть решая вопросы, связанные с дорогами, с почтой и там подобное, мы должны не забывать про язык. Я очень здесь согласен с мнением вот академика Лихачева, который ставя, решая, что важнее. Он сказал, что культура и язык первична, а экономика вторична, поэтому я с этим абсолютно согласен, с учетом вот то, что я раньше сказал, с чем мы можем столкнуться через 15-20 лет. Через 15 лет мы можем построить новые школы, дороги, мы можем вернуть почту, построить новые здания. Но если исчезает язык, исчезает народ, мы этого не сможем. И мне кажется, что в том числе, по крайней мере, я попытаюсь, на сети депутатов всех уровней мы должны об этом говорить. Потому что если не будет осознания со стороны Башкана, со стороны исполкома, каждого члена исполкома, каждого депутата, каждого примара, советника, каждого жителя Гагаузии, о том, что с исчезновением языка исчезает народ, то у нас ситуации нет. Если мы осознаем и поймем, то я думаю, что определенной мере каждый будет стараться этот язык использовать на уровне народного, на уровне исполнительного, на уровне школы, детского садика. Тогда дети, когда увидят, что взрослые общаются, то они тоже с большим удовольствием будут говорить. Поэтому, чтобы я закончил мысль, если можно, если вот этого осознания не будет. И здесь, в первую очередь, я считаю, что очень важная роль, первая роль в продвижении языка, в продвижении создания соответствующими же, это лежит на высшем должностном лице Гагаузии, это Башкане Гагаузии, это лежит на исполнительном комитете, потому что у них есть соответствующий аппарат управления культурой, управления образованием, которые могут, даже не могут, они должны эту работу проводить системно, постоянно. И когда последние несколько лет я слышу, что продвигается большей частью молдавский язык, или, как называют, румынский, я думаю, что у нас в Гагаузии уже нет необходимости, уже все осознали, поняли необходимость изучения государственного. Тем более, что эту работу по продвижению имиджа молдавского языка давно выполнило правительство Республики Молдова. Это вот необходимости Башкану продвигать среди нашего населения любовь к молдавскому нет. А вот необходимость продвижения Башканам и исполнительным комитетам любовь к Гагаузскому языку, она очень актуальна сегодня. Я надеюсь, что они предпримут все необходимые меры, чтобы вот эту любовь... Совместными усилиями нужно... Недавно вот встреча была с ОБСЕ, обсуждали полномочия, видение и насколько, как воспринимается автономия на уровне Кишинева. И там, значит, сотрудник ОБСЕ, которая представляла данные, коснулись вопроса языка, в том числе, по-другому вопросу нашего языка. И говоря о том, что какой язык, она сама сказала, что, значит, математику, физику можно преподавать, и преподается на любом языке. Это говоря о том, что когда говорят, как язык не развит. Он не развит, потому что не используется. Поэтому, как только мы начнем поднимать... Я не призываю к изучению математики, физики на... Я призываю о том, чтобы мы просто общались. Но на начальном этапе это уже нужно делать. Михаил Николаевич, закончила свою работу комиссия по изменению в уложение ГГУЗИ. Одним из предложений было в вашей редакции, хочу зачитать прям. Депутаты Народного собрания ГГУЗИ, члены исполнительного комитета, должностные лица органов публичной власти должны владеть гагаузским языком и использовать его на уровне, необходимом для выполнения служебных обязанностей. Были приняты эти изменения и как они начнут действовать? Да. Если коротко, потому что программа... Значит, комиссия по внесению изменений в вложение, она закончила свою работу. В установленные сроки проработали оперативно. Внесли достаточно много изменений. И она, как законодательная инициатива, зарегистрирована. Но она будет внесена на рассмотрение Народного собрания только по истечению полугода. Это требование закона, уложения. Что касается моей поправки и по языку, и другие поправки, которые я вносил. Да, они были внесены. Немножко в другой формулировке, но... Знания ГГУЗИ. Мы в целом поддержали, потому что то, что я выше и говорил, если у нас должностные лица отказываются, не хотят категорически ссылаться на какие-то международные нормы, то о каком развитии имиджа ГГУЗК ВСК можем говорить. Поэтому я считаю это очень важно и надеюсь, что депутат Народного собрания проголосует. Там приняты многие поправки сейчас, чтобы мне времени отнимать. Об этом мы можем... Но это будет обсуждаться на заседании Народного собрания. На тот момент мы сможем каждую поправку изменения обсудить. Михаил Николаевич, вы являетесь председателем комиссии по регламенту назначению иммунитету и депутатской этики, которые, не побоюсь этого слова сказать, некоторым депутатам, может быть, не хватает этой этики. Вот насколько важно, первое, выступать по регламенту, соблюдать профессиональную депутатскую этику. Если можно, вот так вот вопрос, который не могла не задать, потому как вас смотрит не только ГГУЗИ, Молдова, но и в других странах. Потому что сейчас медиапространство очень широкое. Спасибо большое. Вы очень важную поправку сделали, что ряд депутатов. Я и раньше говорил, и сейчас хочу сказать, что большинство депутатов Народного собрания ведут себя очень корректно с соблюдением регламента. Выступают тогда, когда им предоставляется слово. Но, к сожалению, ряд депутатов нарушают регламент, что вызывает, к сожалению, то, что мы видим на заседании. В законе это прописано? В законе это четко прописано. И хочу сказать, что вот именно необходимость соблюдения регламента депутатской этики, элементарных норм, правил поведения в обществе, оно явно мы видим на последних заседаниях Народного собрания, на последней встрече с президентом Республики Молдова, когда неэтичное поведение, некорректное поведение депутатов не позволяет, то, что я в самом начале сказал, что не позволяет всем депутатам вести нормальную плодотворную работу. Каждый депутат в регламенте прописано время, течение которого он должен высказать свои мысли. Он должен высказываться по существу повестки дня. Он должен соблюдать нормы этики. То есть он не должен оскорблять, он не должен выкрикивать, он не должен доказывать свои аргументы криком, выкриком, перебиванием, перекрикиванием. Может памятки написать? А мы что видим? Нет, надо просто ознакомиться с регламентом и просто проявлять элементарную политическую культуру, которая выражается о том, что если я не согласен с вашим мнением, но я его выслушиваю и, соответственно, высказываю свое мнение. И у нас депутаты должны... там много не нужно. То есть нужно просто высказать свое мнение и дать возможность высказать свое мнение другому. Регламент позволяет, если есть реплика, есть право на реплику. К сожалению, ряд депутатов, которые нарушают регламент, перекрикивают, оскорбляют, в том числе и председательство, которое отвечает за порядок, зачастую они объясняют это для меня странным образом, определяют своей эмоциональностью, что вот я такой эмоциональный, и я вот поэтому веду себя таким образом. Но я считаю, что это немножко смешно, потому что какой тогда политик или чиновник, должностное лицо, который не может управлять своими эмоциями, как он будет управлять обществом, как он будет общаться с людьми. Поэтому я считаю, что это не эмоции, это идет в большей степени агрессия, идет оскорбление, что недопустимо. И я думаю, что, надеюсь, что все осознают, и у нас сессии будут проходить в соответствии с регламентом. Тогда повысится и эффективность, и качество, и нам как депутатам, я как депутат, когда сижу и когда вода шум, я чувствую себя некомфортно. Мало того, я не всегда могу высказать до конца свою мысль, потому что выкрики, перебивания, это мешает работе, это мешает принятию правильного, консолидированного решения. Я, например, сторонник споров, но споров аргументированных по существу и по предмету. А когда идет просто оскорбление перехода на личность, оно неконструктивно, оно не приведет к решению какому-либо. Ну, надеюсь, так и будет. У седьмого созыва есть еще три года для плодотворной работы, совместной плодотворной работы, как вы сказали, конструктивного диалога для решения очень многих вопросов, которые необходимы для Гагаузии, для жителей нашей автономии. Я благодарю вас за участие. Уже запомнил? Да, прямой эфир, к сожалению, завершается. Время программы нашей завершается. Еще раз вас благодарю за участие в нашей работе, за открытые и честные ответы на те вопросы, которые были заданы мной. И вам большое спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы смотрели в прямом эфире Гагаузского телевидения программу «Прямая линия». Сегодня у нас в гостях был депутат Народного собрания Гагаузии, избирательный округ номер 25 от села Киритлунга. Михаил Железогла. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин